Медико-правовая оценка неплагоприятных исходов, связанных с дефектами оказания медицинских помощи пациентов. Прежде всего, дефект медицинской помощи — это недалежащее своевременное неполное, неквалифицированное исполнение медицинским работникам своих профессиональных обязанностей и долгах. Вот это вызывает к неправильному неполноценному диагнозу, в свою очередь, выбор методики и тактики лечения неправильные, в исходе причиняется больному неплагоприятный исход. По результатам дефекта оказания медицинской помощи, во всех случаях проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Она выполняется в судебно-медицинских учреждениях. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза выполняется с участиями врачей соответствующих профилей. По результатам судебно-медицинских заключений на основании изучения материалов дел судебно-исследовательные органы квалифицируют неблагоприятный исход с правовой точкой зрения. Вот. По результатам таких предварительных дознаний и средствия, допущенный дефект и неблагоприятный исход в ряда случаев может квалифицировать как ятрогения. В ряда случаев как несчастные случаи медицинской практики, в отдельных случаях как врачебная ошибка и в ряда случаев как профессиональные правонарушения, то есть проступки, преступления. Насмотрим подробные содержания этих состояний. Ятрогения. Чаще всего ятрогения это физические ятрогения, причиняемые вред здоровым гражданинам, причинение анатрофункциональных повреждений органами тканей. Таким образом, ятрогения любые нежелательные неблагоприятные последствия профилактических, диагностических, терапевтических вмешательств и процедур, которые приводят к нарушению анатомической целостности тканей органов, либо нарушению их физиологической функции, ограничения деятельности, инвалидности и смерти. Например, травмированные частей тканей и органов в процессе выполнения различных процедур. Наблюдались неоднократные случаи причинения повреждений травмированной слизистой оболочки, желудка, трахеи, дыхательных путей, серозным оболочкам, даже мышечным оболочкам, кишечника во время проведения интубаций и оперативных вмешательств. Чаще всего во время проведения инъекций внутромашних спиралей перфорируются стенки, допустим, матки, травмируются половые органы женщины и так далее. Поэтому физические отрогения с правовой точки зрения может быть квалифицирована как телесные повреждения, тяжести легкие телесные повреждения, телесные повреждения средней степени, телесные повреждения тяжкие телесные повреждения, Соответственно, требованы 104, 105, 109 статей Уголовного кодекса Республики Узбекистана. Несчастные случаи медицинской практики, под которым принято понимать неблагоприятный исход врачей на вмещательство, связаны с случайным обстоятельством, в котором врач не мог предвидеть предотвратительность. Например, непредвиденные осложнения или наступленные смерти вследствие аллергических или жестоктических реакций при применении лекарственных веществ или профилактической вакцинации, которые встречаются наиболее часто в медицинской практике. В таких случаях в процессе медицинской экспертизы решается ряд вопросов, связанных с выполнением определенных процедур и применением определенных лекарственных средств. Чаще всего иммологические препараты вызывают анофлокетический шок. Или же, например, в процессе металлосинтеза при переломах развивается жировая эмболия. Эмболия акваплодными водами у младенца. Или же, аллергические реакции в результате приема назначения лекарственных препаратов чаще всего встречаются в медицинской практике. В таких случаях в процессе судебной медицинской комиссионной экспертизы ставится ряд вопросов, от решения которых зависит квалификация данного случая. Например, судебная медицинская комиссия должна доказать, что в данном случае имело место абсолютные показания или же противопоказания к назначению препарата. Выбор дозы и концентрации препарата. Качество и срок действия препарата. Изучение анамнеза больного. Проведение биологической пробы. Метод и техники введения препарата. Участие врача в процессе выполнения процедуры. Соблюдение ли правила асептические условия. И так далее. Поэтому от решения этих вопросов непосредственно зависит в квалификации несчастного случая в медицинской практике. Если в процессе введения препарата были выполнены все эти требования, то судебно-следственные органы допущенные случаи может квалифицировать как несчастный случай. Если на эти требования не соответствует выполнение процедуры, тогда будет квалификация как ненадлежащее оказание медицинской помощи. Поэтому в процессе решения или квалификации несчастного случая в медицинской практике возникает необходимость все сторонно анализировать и медицинские документы, и заключение судебной медицинской комиссии. Врачебная ошибка – это наиболее часто допускаемое состояние. С правовой точки зрения вход врачебной ошибкой понимается добросовестное заблюдение врачей или выполнение врачебной обязанности. Главное отличие ошибок от других эффектов врачебной деятельности заключается в исключении элементов самонадеянности, элементов халатности, элементов ненадлежащего оказания врачебных действий. Поэтому если отсутствует эти элементы, то допущенное состояние будет квалифицировано как врачебная ошибка. Если будут присутствовать эти элементы, то это будет как ненадлежащее оказание медицинской помощи. В Уголовном кодексе Республики Узбекистан не предоставлена уголовная ответственность за врачебные ошибки, но тем самым, независимо от отсутствия уголовной ответственности, врачебная ошибка во всех случаях обсуждается в коллективе, определяется причиной и поводой. Все обстоятельства подробно докладываются на врачебных конференциях, для того, чтобы не допустить таких ошибок, всем довольствием до сведения. Поэтому врачебные ошибки представляют большой интерес, прежде всего для врачей-клиницистов. Причинами врачебных ошибок это могут быть объективные причины, субъективные, которые зависят от деятельности самого врача. Чаще всего неопытные врачи, только начинающие и практикующие врачи допускают субъективные причины, из-за субъективных причин допускают наиболее часто диагностические ошибки. Вот в следующем слайде даем в виде врачебных ошибок. Так что в процессе выполнения лечебно-тактических, организационных, диантологических, профилактических, технических и диагностических. Наиболее часто врачам допускаются диагностические, лечебно-тактические ошибки. Что касается правонарушений, это нарушение правил поведения и выполнения медицинской работы и своих профессиональных обязанностей, установленных законом и ведомственными инструкциями. Если нарушается требование ведомственных инструкций, то с правовой точки зрения это будет квалифицированно как проступки. А если имело место нарушение закона, это с правовой точки зрения означает преступление. Поэтому право вращения по основным качественным свойствам делится на проступки и преступления. Вот, например, проступки неправильные реалии, которые лишены характера общественно-опасного действия. И поэтому она не присмотрена к закону об уголовной ответственности. Проступки медицинской работы с юридической точки зрения делятся на гражданские преступки, проступки, безхозяйственное хранение и использование медикаментов, перевязочного материала. Административные проступки, правиль госпитализации больных нарушений, нарушение требований техники безопасности, против пожарных, санитарно-эпидемиологических правил. И дисциплинарные проступки, нарушение трудовой, служебной, производственной дисциплины. Преступления общественно-опасные деяния, действия, бездействия, присмотрены уголовным законом. Ну, характеристики преступлений с правовой точки зрения, это общественная опасность, уголовная протопаразность, виновность, наказуемость, являются основными принципами преступлений. Преступленные медицинские работы, связанные с их профессиональной деятельностью, согласно Уголовной Украинской Республике Узбекистан, можно представить в следующем деле. Ну, мы подразумеваем, согласно требованному Уголовной Украинской Республике Узбекистан, на 5 групп. Это, преступление против жизни здоровых граждан, вот, перечень, например, причинение, ятрагение к этой группе относится, ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей тоже относится, оставление больного в опасности тоже относится к этой группе. Они за это действие присмотрены уголовной ответственностью в соответствующих статьях Уголовного Кодекса Республики Узбекистана. Ко второй группе относится преступление против семьи, молодежи и нравственности, в разделе Уголовного Кодекса, подмен ребенка, разглашение тайных усыновения, изъятие органов ткани человека, без согласия, без разрешений. Третья группа – преступление против экономики в сфере экологии по разделу Уголовного Кодекса. Это занятие деятельности без дистинции, нарушение требований и требований экологической безопасности, загрязнение окружающей природной среды, нарушение требований борьбы с болезнями или же вредителями растений. Четвертая группа – преступление против порядка управления, против правосудия, злоупотребление власти и должностными полномочиями, должностная халатность, должностной подлог, получение взятки, выживедительство, разглашение данных в дознании или препарительном следствии. Поэтому чаще всего совершается медицинским работником должностная халатность, должностной подлог в процессе оказания медицинской помощи пациентам. Пятая группа – преступление против общественной безопасности, общественного порядка. Это нарушение правил обращения с радиоактивными материалами, незаконный сбыт наркотических средств или же симметронных веществ, также незаконное хранение наркотических средств или же психотропных веществ. Вот это и есть основные содержания материала по правонарушениям медицинских работников и медико-правовой оценке неблагоприятного исхода, наступившего в результате допущения показаний медицинских помощников эффектов различного характера. Дополнительная информация приведена в соответствующей литературе.